Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности в студии Наталья Белышева. Гибель Павла Шеремета. Новые подробности трагедии. Мэрские тайны, что нашли правоохранители в президенциях мэров Бучи и Ирпеня. Харьковский гоп-стоп. Сможет ли полиция остановить эпидемию нападений на инкассаторов? Турция без прав. Официальная Анкара приостанавливает действия конвенции по правам человека. Вторые сутки после гибели журналиста Павла Шеремета. Помогать искать исполнителей и заказчиков этого страшного убийства в Украину едет группа сотрудников ФВР. Украинские следователи пока не многословны, поэтому информацию буквально по крупицам. На месте трагедии гора свежих цветов. Несмотря на дождь сюда приходят и те, кто знал Павла Шеремета лично, и те, кто просто любил его за огромный журналистский талант. Я тут поряд живу. Я видела, как он каждый раз выезжал часто. Это же моя дитина. У меня такой самый сын. Ну, зачем было забрать у матери эту дитину? А у нас такого прекрасного журналиста. От следствия информации сегодня практически нет. Днем спикер МВД в Твиттере написал, в ожидании приезда ФБР, эксперты ищут в машине доказательства убийства. О том, что заокеанские специалисты уже помогают украинским властям, сообщили в Госдепартаменте США. И уже вечером глава нацполиции Хатия Деканаидзе в фейсбуке написала, встреча с представителями ФБР состоялась. Больше деталей сотрудничества обе стороны не разглашают. Но, согласно украинскому законодательству, помощь может быть лишь консультативной. Очевидно, ФБР окажет и техническую поддержку расследованию, так как многих новинок, которыми пользуются следователи за океаном, в Украине попросту нет. По данным наших источников, экспертиза подтвердила, взрывчатку заложили под сиденье водителя. Похоже, работали профессионалы. И если бы в салоне находился еще кто-то, он остался бы жив. Интересную деталь на видео с камер наблюдения в эфире Белсад заметил польский эксперт Анджей Мрочек. Человек с тростью в момент взрыва даже не дрогнул, а потом, как ни в чем не бывало, побежал. Мог ли он быть подрывником? На этот и многие другие вопросы предстоит ответить следствию. И как можно быстрее. Такие преступления раскрываются, как правило, в трехдневный срок. В три дня они успели, потом каждый день за 10 дней. Геометрическая прогрессия. Завтра с Павлом Шереметом будут прощаться в украинском доме. А в субботу журналиста похоронят на родине, в столице Беларуси, Минске. Ярослав Кречко, Дмитрий Евчин и Василий Миновщиков. Подробности телеканал Интер. Мотивы в другом резонансном деле, в деле о похищении одного из топ-менеджеров Укрзалезнете, Валерия Людмирского, пока все еще не ясны. Основной версией исследователи считают профессиональную деятельность этого чиновника, также не исключают бытовой характер истории. Об этом нам сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева. Выходили ли похитители на связь и есть ли зацепки? Здесь не говорят. Чиновника похитили, я напомню, три дня назад в столице. Людмирский вышел из дома выгуливать собаку, когда на него напали неизвестные люди в масках. Овчарку застрелили, а его самого увезли в неизвестном направлении. Друзья и родные сразу же заявили о том, что готовы заплатить 100 тысяч долларов за помощь в возвращении Людмирского. Вчера вернулась в Украину его супруга. Она давала показания правоохранителям, но пока ни она, ни мать похищенного с журналистами общаться не готовы. В Украинской залезнице начали собственное расследование. О его результатах предпочитают отмалчиваться пока, чтобы не навредить следствию. Я хочу также напомнить, что за неделю до этого похищения от удара током погиб заместитель Людмирского. Связана ли эта смерть с похищением? Вот что говорят следователи. Кроме огляда, в месте подій опитано мешканців прилетних домов близких данной людини. Также триваются допиты работников Украинской залезнице. Вже допитано близко 10 людей. Также мы дополнительно изучаем обставления загибли на передовременность его заступника. Для этого будут требовать материалы. Мы пока не связываем эти два случая, но для объективности расследования мы должны исследовать и эту версию. А вот следователи СБУ сегодня разоблачили троих чиновников Государственной фискальной службы. Их подозревают в торговле персональными данными из закрытой базы таможни. Обыски проводили в Киеве на рабочих местах и в квартирах подозреваемых. При этом нашли компьютеры и флешки с доказательствами незаконной деятельности. Как сообщили в СБУ, неотложные следственные действия все еще продолжаются даже в этот момент. Несладко сегодня было и чиновникам, связанным с детской больницей Ахмадет. Сегодня в столице к ним и представителям заинтересованной коммерческой структуры также пришли с обысками из службы безопасности. Шестерых фигурантов дело подозревают в расхищении 9 бюджетных миллионов. Ахмадет получил их еще в 2014 году для приобретения медицинского оборудования и достройки корпусов этой больницы. Вместо этого заключались фиктивные контракты и завышались закупочные цены. Во время обыска в квартирах у подозреваемых изъяли печати и документы, которые доказывают их причастность к данным махинациям. Что будет с десятками объектов скандального застройщика Анатолия Войцеховского, который сейчас находится под арестом, до сих пор неизвестно. Глава архитектурно-строительной комиссии сегодня заявил, что все его объекты строятся с нарушениями, без разрешительных документов, и их дальнейшую судьбу будет решать столичная область. По всех объектах есть информация, действительно, они все незаконные. Но нужно рассматривать эти объекты, может быть, как разом, потому что очень много инвесторов, вы знаете, люди, которые вкладывают свои деньги, и так решать вопрос просто невозможно. Половина строительства, она остановлена, а другая половина строится. Ведем контроль, мы знаем все объекты, мы знаем, какие там есть порушения. Но это действительно большое вопрос, которое нужно решить на местном уровне. Все знали об этой истории, но никто пытался не решить. Уже слишком много чиновников в городе, государствах, которые греют руки на этой коррупционной схеме. Единственный вариант, который есть, чтобы люди не остались у разбитого коры, это садиться за стол переговоров с застройщиками и договаривать с ними, что они достраивают, допустим, в обмен на другие площадки. В Святошинском райсуде Киева начали рассматривать дело Ростислава Пацеляка. Это руководитель Львовского Беркута, бойцы которого 18 февраля 2014 года жестоко избивали активистов Майдана в столице на углу Институтской и Крепостного переулка. Чем завершилось сегодняшнее заседание, узнаем от Ирины Романовой. 18 февраля 2014 Василий Позиняк запомнит на всю жизнь. В тот день, проходя по Шелковичной, увидел, как беркутовцы избивают людей. Говорит, как врач не мог не помочь раненым. Когда я надавал медичную допомогу пораненным бойцам, которых затягивали автозаки, они меня сбили с них и полицами, чоботами били в разные частины тела. Теперь он знает, что там стоял Харьковский и Львовский Беркут. Это доказало следствие. Подвердил и бывший командир роты Харьковского Беркута Шаповалов, дело по которому сейчас рассматривает подольский райсуд столицы. Он четко указывает, что свинцевые кулы и гранаты раздавали Лукаш и Пацеляк. Что им привезли 18 числа под Жовтневый палац, привезли им насыпом. На сегодняшний день есть более 100 потерпелых. Достеменно известно, что по одному потерпелому, который получил огневое ранение, остальные ранения, которые получили, они сравниваются к огневых. Это было целоспрямовано, как с использованием спецзасобов, в частности, ручниц Форд, газовый гранат Терен. Экс-командира Львовского Беркута Ростислава Пацеляка, задержанного в октябре прошлого года по подозрению в покушении на убийство, апелляционный суд Киева выпустил из-под стражи спустя месяц. Сначала под домашний арест, потом под личное поручительство. Пацеляк на первое подготовительное заседание перед рассмотрением дела по существу появляется. Кроме обвиняемого, пришли пострадавшие и их защита. Не только адвоката Пацеляка. Она попросила перенести заседание. Два дня назад добавляет адвокат, когда в Деснянском райсуде рассматривалось дело командира Харьковского Беркута Лукаша, этот адвокат тоже не явилось. Пострадавшие уверены, она просто тормозит процесс, как затягивают его адвокаты пяти киевских беркутовцев в Святошинском суде. Если будет надалее, паня Вознюк, делать такие реверансы, то мы будем взлетаться в отношении к комиссии адвокатуры. На суде заседание переносит на 8 сентября. Раньше, говорит, собраться не получится, уходит в отпуск. Ирина Романова, Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер. Вернуть бюджета Украины деньги Беглого Януковича в нынешнем году нереально. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк. Я напомню, парламент так и не принял закон о спецконфискации в госбюджет арестованных средств режима Беглого экс-президента и его соратников. По словам Данилюка, это создаст дыру в текущем бюджете. Почти в 8 миллиардов гривен, которые чиновники Минфина заранее заложили в доходную часть сметы. Я напомню, что накануне стало известно, что Совет директоров МВФ не внес нашу страну в свой рабочий календарь на июль. А это значит, что фонд не выделит Киеву транш в этом месяце. Хотя ранее Нацбанк и Минфин заверяли, что ожидают 1 миллиард долларов от МВФ уже в июле. Теперь это может произойти не раньше, чем в конце августа. Марьяну Греченюк, задержанную по так называемому газовому делу Онищенко, похитили сегодня из СИЗО и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщил ее адвокат Юлия Семенчук, которая должна была встретиться с Греченюк в помещении изолятора. Однако позднее адвокат выяснила, где сейчас находится ее подзащитная. И вот что она нам рассказала. В НАБУ факт похищения опровергают Марьяна Греченюк. Сейчас действительно находится у детективов, причем не одна, а со своими защитниками. Детективами Национального антикоррупционного бюро проводится опит Марьяны в якости подозреванной. Следующие действия проводятся за участие двух ее защитников. И после проведения следующих действий она будет доставлена снова до следующего изолятора. Без них следующие действия не начались. Напомню, по этому газовому делу проходят 10 подозреваемых. Им уже избрали меру пресечения, арест на два месяца, либо залог. И вместе с нардепом Александром Манищенко НАБУ подозревает всех этих людей в махинациях с газом на Укргаздобычу. Сумма ущерба около 3 миллиардов гривен. Взятка и мундир не запятнать. В Кропивницком местные активисты потребовали объяснение от сотрудницы областной прокуратуры. Зимой она погорела на взятке, но должности не лишилась. Что ответили в прокуратуре, узнаем от Елены Брынзе. 6,5 тысяч долларов Светлана Клюкина требовала у беременной женщины, которая стала виновницей ДТП. Суд дал ей условно. Прокуратура подала апелляцию ужесточить наказание. За вознаграждение Клюкина обещала, что сможет отозвать эту апелляцию. За неприйняття такого решения и откликание своей апелляционной скары прокуратуры самая и вымогалась неправомерной выгоды. 6,5 тысяч долларов, 6 тысяч долларов для представника прокуратуры, 500 долларов для посредника. Буквально сразу Клюкину отпустили под залог 100 тысяч гривен. От работы отстранили, но уже через месяц она снова появилась в прокуратуре, только в другом отделе. Почему взяточница продолжает работать, сегодня активисты пришли спросить у областного прокурора. С собой принесли сумку с ироническими надписями и жалобой на имя Юрия Луценко. Сотрудница отдела по приему граждан их выслушала, обещала доложить. Но вместо областного прокурора появились полицейские. Мол, в здании подозрительные люди. Вот их и вызвали разобраться. Активистов полицейские внимательно досматривают. Один заборный предмет в прокуратуре, это вот людина, она приблизилась к плану Клюкина. Это кабарник, которая взяла 6,5 тысяч долларов, но она все не помещается, мы принесли ей сумку. Ничего не найдя, полицейские уходят. А сотрудница сообщает, сегодня областного прокурора неприемный день. Не удается активистам и дозвониться до Анатолия Коваленко. Телефон не отвечает. Видимо, не решилась выйти сама Клюкина, хотя уверены общественники, она в рабочем кабинете. На нашу особистую думку, это показывает единую коррупционную схему в прокуратуре. Прикрывание один одного крышевания. С какой методом? С методом сберегать своих и с методом продолжения дальше своего властного бизнеса, который даёт ей возможность жить на копейчане зарплаты, жить как карьерам. Потоптавшись еще немного в холле, активисты ушли. Через неделю обещали вернуться и устроить митинг. Елена Брынза, Владимир Кувакин, подробности, телеканал Интер, Кропивницкий. Эпидемия нападений. Почти 2,5 миллиона гривен унесли грабители, напавшие на инкассаторов в Харьковской области. Около 11 утра двое мужчин, угрожая оружием, выбросили водителя и угнали инкассаторские автомобили. Машину нашли уже через 20 минут и уже без денег. Охранники не пострадали. За информацию о преступниках, банк обещает награду в 100 тысяч гривен. В области объявлен план «Сирена». Зупинилися біля магазину у селищі. И двое инкассаторов из автівки пішли заменювати касети в банкомате, ну, тобто проводить инкассацію. У автівці залишился водитель. За попередними даними, это данные с банку, скорее всего, в автівці находилось 2 миллиона 400 тысяч гривен. И продолжаются поиски троих членов банды, которая грабила банки и инкассаторов в Запорожской области. Последнее нападение произошло в минувшую пятницу на Мариупольской трассе. Тогда неизвестные в камуфляже открыли огонь по бронированному автомобилю буквально через несколько минут. На место прибыли полицейские и сотрудники СБУ. Бандитов обезвредили. Один погиб во время перестрелки, двое получили ранения, их задержали. И стали известны фамилии тех, кому удалось сбежать. Это Петр Плечун, Кирилл Факша и Василий Бондаренко. Имеют ли эти люди отношение к батальону АЗОВ? Не комментируют ни в областной прокуратуре, ни в полиции, ни в СБУ, ни в Нацгвардии. А в Ужгороде на взятки попались общественные активисты. Полицейские говорят, они шантажировали госчиновников, который на них же и донес. За что требовали деньги и что им теперь грозит? Узнаем от Марина Коваль. Такого в Ужгороде еще не было. На взятки попались не чиновники, а общественники. Двух активистов организации «Спецконтроль» полиция взяла с поличным у городского кладбища сразу после встречи с начальником местной транспортной инспекции. От него активисты якобы требовали деньги за не распространение в интернете видео, а нарушение им правил дорожного движения. Слово шла сначала про 4 тысячи долларов, а потом сговорились до 1,5 тысячи долларов. В полиции есть информация, что это не первый случай, когда они занимались таким шантажем. Сейчас проверяется причетность этих людей к других подобных случаев. Общественная организация «Спецконтроль» в Ужгороде работает год. Ее активисты на добровольных началах якобы следят за порядком на дороге. Фиксирует видео нарушения и выкладывает на своем сайте. На этих кадрах, снятых в марте, один из задержанных рассказывал нам, как поймал на взятки в 100 гривен патрульного. Руководитель организации заявляет, не верит, что его подчиненные требовали деньги. А вот другие активисты не исключают, что в спецконтроле могли брать деньги. По словам организатора местного автомайдана, их материалы часто носили характер заказных. Очевидно, что метою деятельности спецконтролю было не покращение эффективности работы полиции, або там виправление каких-то помилок. Больше это было схожено на відвертую пробу дискредитации и троллингу. Люди, которые собирались на жирный кусочек использовать гражданскую метою или выполнение каких-то заказных троллингов, или особенного сборачивания, рано или поздно они были преречены на то, чтобы попасться. Уже завтра суд должен избрать для задержанных активистов меру пресечения. Если их вину докажут за вымогательство и получение взятки, общественникам грозит до 7 лет тюрьмы. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Ужгород. Мэры Бучи и Ирпеня 6 лет незаконно раздавали земли с 2006 по 2012 годы. Об этом на своей странице в Фейсбук написал генпрокурор Юрий Луценко. На делы, по его словам, градоначальники выделяли своему окружению. Речь в общей сложности, опять же, по словам Луценко, идет о почти 900 гектарах. Сегодня целый день ГПУ проводит обыски в рабочих кабинетах и домах мэра Бучи Анатолия Федорука и мэра Ирпеня Владимира Кальпука. Все подробности узнаем у Василины Павленко. Обыски у мэров городов Ирпеня и Бучи начались с самого утра. А уже после обеда генпрокуратура отчиталась. Спецоперацию проводят вместе с нацполицией и СБУ. Городского голову Бучи Федорука и его приближенных подозревают в использовании служебного положения и неправомерном выделении 890 гектаров особой ценной земли под Киевом, 14 гектаров из которых достались Игорю Калетнику. За предыдущими подрахунками, вартость этих земель оценивается в сотнях миллионов гривен. Кроме того, расследуется также и факт незаконного надания у властность 14 гектаров земли из щойно означенной мною колькости шляхом их передачи на 141 представную физическую особу, а потом подальшему першему заступнику головы Верховной Рады Украины, колись, Игорю Калетнику. Бучанский горсовет на замке. На двери табличка. Сегодня все закрыто. По техническим причинам. Внутри силуэты вооруженных людей в масках. Никто ничего не комментирует. Возле здания пусто. А это дом мэра Бучи Анатолия Федорука. Рядом мини-митинг. Жители городка перекрыли машинами дорогу. Требуют, чтобы отпустили мэра. Внутри дома продолжаются обыски. Во дворе правоохранители с автоматами. Мэр Бучи не задержан. Вот что в обед заявили в ГПУ. Мы не поведомляли про подозру, оскільки основной метою зараз это выучение оригинальных документов с оригиналами подписов, которые засвідчат всех людей, причемных к их подписанию, складанию. Оскільки этих документов еще выучено, не было и мы только это делаем, то поведомляти людей про подозру сейчас есть передчасно. Также днем в Фейсбуке два нардепа Владимир Арьев и Ольга Червакова на своих страницах написали. Мэр Ирпеня подался в бега. Позже Карплюк ответил, никуда не бежал, а просто скрылся, узнав о предстоящем возможном аресте. И ни ГПУ, никто другой на допрос его не вызывали. Вот что он рассказал нам по телефону. Из страны не бежал. Конечно, что меня попередили. И попередили таким образом, что в Генеральной прокуратуре ставили задачу заарестовывать Карплюк в грубой форме, силовым методом. И через 60 дней будем разбираться. Я буду готовый в данном вопрос ехать до прокуратуры и давать показы, когда этот процесс будет публичным. Я не могу сказать, где я находился, потому что это формат моей особисти и безопасности моей родины. Это оперативная информация и официально она не подтверждена. На данный момент мы сейчас используем вычерпных заходов для того, чтобы официально спростовать або ж подтвердить, отримать информацию с привода того, что один из фігурантов покинув территорию Украины через один из аэропортов. Я не хочу называть эту особу втекачем, оскільки я не маю информации. Можете его? Да, на месте, власне. Місце перебування его на теперешний час нам невідомо. Обыски в Буче и Ирпине продолжались весь день. Павлина Василенко, Максим Чеблин. Подробности в телеканал Интер. И уже ближе к вечеру стало известно, что жители Ирпеня и Бучи перекрыли Варшавскую трассу. Это трасса госназначения. На месте там же находится мой коллега Егор Логинов. Он с нами на связи. Егор, что происходит? Почему перекрыли трассу? Чего люди хотят? Добрый вечер, Наташа. Действительно, сегодня около 60 жителей Ирпеня и Бучи перекрыли Варшавскую трассу. Они требовали объяснить, требовали объяснение от правоохранителей, на каком основании сегодня проводились обыски у мэра Ирпеня и мэра Бучи. По их словам, за целый день никто из правоохранителей так и не объяснил им, что же, собственно говоря, происходит. Вот что они нам сказали. Парализована работа города. С нашим мэром непонятно, какие действия производят. Я должен услышать, что сегодня было сделано. Кто-то должен сказать. Я хочу еще сказать, что по обе стороны Варшавской трассы из-за акции протеста образовалась огромная пробка. Водители спорили, ругали с участниками акции. Но, слава богу, все осталось на уровне перепалок. До рукоприкладства не дошло. Чуть позже появилась полиция. Она никак не контактировала с участниками акции. Полицейские встали по обе стороны от Варшавской трассы на перекрестках и направляли машины в объезд, чтобы пробка не увеличилась. Около 8 часов люди стали расходиться по домам. Акция закончилась. Вот как сейчас вы можете видеть, за моей спиной Варшавская трасса абсолютно свободна. И машины едут свободно. Наталья. Спасибо, Егор. И Егор Логинов об акции на Варшавском шоссе. Под артиллерийским огнем боевики из тяжелых орудий ведут огонь по позициям военных в районе Широкиной Толоковки. Вместе с бойцами на передовую ночь провел наш военный корреспондент Вениамин Трубачев. Бойцы в полной боевой готовности. Уже стемнело и противник начал обстреливать соседние позиции. В любой момент может перевести огонь и сюда. Хорошо слышно, как бьют вражеские минометы. Я дивлюсь за выходами. Уже будет вспышка. Выходы мы ведь минометы? Нет. Ну что будет стрелять? Миномет. Тут, что сейчас такая прилетала, туда видно. Артиллерия противника находится в районе Коминтерного. Взрывы снарядов и мин становятся все ближе. Слышно характерный свист. Это значит рванет где-то рядом. Что это было? Давай. По выходу. По соседям. Осколки разлетаются вокруг позиции. В такие моменты, чтобы выжить, нужно успеть спрятаться в блиндаж или прыгнуть в окоп. Для этого есть несколько секунд. Лететь. Теперь туда. Теперь туда до ямы, чтобы могли в блиндаж. Военные в ответ не стреляют. У них нет на передовой такого оружия, чтобы достать вражескую артиллерию. И это многим бойцам очень не нравится. Были слышно пострелы стрелецкой оружи. И выходы из минометов. В основном в ночи. Вечера, сумерок начинается. Регулярно работает и снайпер противника. А вот диверсионные группы ходят здесь крайне редко. Территория хорошо просматривается. Соответственно и простреливается. Сейчас очень редко. Они из своих позиций тоже не выходят. Очень редко. И то днем. Вот последствия очередного обстрела. Поле в воронках. Взрывная волна была настолько мощная, что тяжелая бревна разбросала, словно спички. Чудом никто не пострадал. Это выходит 82-й миномет? Да, это 120-й. 120-й? Да. А то уже рвать не могут. Это фантастик. После обстрела боевиков загорелось и поле. Тушить его вряд ли кто-то рискнет. Это нейтральная территория. Вениамин Трубачев, Владимир Дедов и Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. Донецкая область. Альтернативы прямым переговорам Киева и Донбасса по урегулированию конфликта на Востоке нет. Об МТМ заявил глава МИД России Сергей Лавров во время телефонных переговоров со своим немецким коллегой Франком Вальтером Штайнмайером. Инициатором этого разговора выступила Германия. Стороны обсудили последовательность реализации минских соглашений. 20 человек задержали правоохранителей в результате антитеррористической операции в предместе Парижа. Спецоперация началась после анонимного сообщения о готовящемся преступлении. В ходе обысков ни оружия, ни взрывчатки не обнаружили. Я напомню, во Франции действует режим чрезвычайного положения, введенный в ноябре 2015 года после терактов в столице Франции. Его продлили еще на полгода после теракта в Ницце, который унес жизни более 80 человек. Массовыми задержаниями и госпитализацией пострадавших завершился очередной раунд противостояния на улицах Еревана. Чего требуют активисты, как обстоят дела с захваченными заложниками и как на все это реагирует власть республики. Все подробности узнаем у Данила Русакова. Вот так армянская полиция отреагировала на просьбы манифестантов передать засевшим в отделении полиции мятежникам еду и воду. Стихи на собравшихся на улице людей пытаются разогнать, но они расходиться не спешат. Спецназ начинает оттеснять толпу. На улицах Еревана беспорядки. Это уже второй раз за последние пять дней. 30 человек задержаны, 50 получили ранения. Двое доставлены в реанимацию. Состояние оценивают как крайне тяжелое. К президенту и лидеру оппозиции с открытым письмом обратились представители интеллигенции. Требуют остановить насилие на улицах армянской столицы. Это сообщение распространили многие СМИ. Но лидер протеста уже месяц в СИЗО и поговорить с деятелями культуры просто физически не может. Президент страны Серж Саргсян хранит молчание. Несколько дней назад его пресс-служба лишь распространила в интернете официальный релиз. В нем глава республики заявил о недопустимости кровопролития. Больше сообщений от него не было. В начале недели уличные активисты уже предпринимали попытку пробиться к захваченному зданию МВД. Требовали не допустить штурма, а также передать полномочия учредительному парламенту. В понимании оппозиции это такой переходный орган власти. Но в результате переговоров на свободу отпустили только двоих полицейских. Еще четверо остались в заложниках. По всей видимости, учитывая вчерашние провокации, сегодня будет штурм. То есть мы с минуты на минуту ждем штурм, потому что косвенно все указывает именно на это. Говорили, что идут переговоры, в эту версию никто не верится. Совет национальной безопасности страны уже призвал сложить оружие и всем разойтись. Однако манифестанты от ереванской полиции требуют то же самое. Пожалуй, после неудавшегося электромайдана это первый массовый протест в Армении с политическими требованиями. Митингующие ни много ни мало хотят полной перезагрузки власти. Та, в свою очередь, пока молчит. Данил Русаков, Сергей Ведмить, Московское бюро, телеканала Интер. Турция временно останавливает действия Европейской конвенции по правам человека. С сегодняшнего дня в этой стране вводится режим чрезвычайного положения. Власть в лице вице-премьер-министра Нумана Куртулмуша обещает, что основные права и свободы граждан ущемлены не будут. По его словам, особый режим продлится месяц-полтора, хотя президент анонсировал его на три месяца. Ограничения коснутся всех, в том числе и туристов. Тем, кто собирается на отдых, стоит помнить о том, что отныне в Турции действует комендантский час. Сотрудники правоохранительных органов могут остановить и проверить любого прохожего. Поэтому граждане обязаны иметь при себе удостоверение личности. Отменена свобода собраний, запрещено передвижение транспорта в определенные часы, либо в определенных регионах. Президент Эрдоган в интервью телеканалу Аль Джазира ссылается на аналогичные действия Франции после терактов в ноябре минувшего года и не согласен с критикой своих действий, как и с негативной реакцией ЕС на возможное введение смертной казни. Я не единственный представитель власти, который принимает решение о возврате смертной казни. Такова воля народа, и утвердить ее должен парламент. Если такой документ отправят мне на подпись, я его подпишу. Евросоюз — это еще не весь мир. Смертная казнь действует в США, Китае, России и других странах. Мы 53 года стучим в двери ЕС, и они 53 года заставляют нас ждать. Если наша нация решит вернуть этот вид наказания, тогда все демократические страны должны поддержать этот выбор. Стрельба на опережение. В американском штате Флорида полицейские открыли огонь по безоружному чернокожему врачу, который пытался помочь пациенту с аутизмом. Стражи порядка приняли игрушечный грузовик за огнестрельное оружие. Терапевт Чарльз Кинси просто хотел вернуть сбежавшего на улицу молодого пациента с аутизмом в здание клиники. Юноша выскочил на дорогу и мешал движению транспорта. Полицейские приказали обоим лечь на землю, после чего прозвучали выстрелы. Врач получил ранение в ногу. В штате Огайо на съезде республиканцев освистали оппонента Дональда Трампа Теда Круза. Хотя с кандидатом в президенты от партии уже определились, политические баталии до сих пор в полном разгаре. Все подробности расскажет моя коллега. Провинциальный Кливленд в Огайо на этой неделе превратился в эпицентр эмоций. Сюда, в полумиллионный город, съехались гости со всего мира и со всей Америки. И многие американцы не поддерживают Трампа как кандидата от республиканской партии. В основном из-за его агрессивной политики, в том числе по отношению к нацменьшинствам. Мне не нравится Трамп из-за его политики и риторики. Он начал свою предвыборную кампанию с темы о мексиканцах, говоря, они насилуют нас, они преступники. И для многих из нас это оскорбительно. Но вот эти ребята с винтовками счастливы видеть Трампа кандидатом. Они считают, что Трамп как президент сможет многое изменить во внутренней политике. А что касается внешней, сможет объединить разные страны. Говорят, что знают и о ситуации в Украине. Я бы хотел видеть сильную Украину, независимую от России. Но для этого необходимо сотрудничество всех сторон. Я бы хотел видеть единство и думаю, Трамп может помочь. Слава Украине! Слава Украине! Героям слава! Неизвестно, удастся ли Трампу стать миротворцем в случае избрания президентом. Но свою республиканскую партию он уже разъединил. Тед Круз, который по количеству голосов следовал за избранным кандидатом, демонстративно не поддержал Трампа как президента. И призвал своих сторонников голосовать по совести. Ему пришлось покинуть сцену под бурное освистывание. Зато поддержать Трампа пришли хоть малоизвестные, но все-таки звезды. Если Майк Тайсон, которого Трамп приглашал лично, не приехал, то внимание телекамер привлек его продюсер. Мы сделаем Америку великой снова. И это сделает не Клинтон и не Трамп, а мы, люди. Самыми же известными из выступающих на сцене за Трампа были его жена и дети. Например, Тиффани, младшая дочь Трампа, известна как звезда Инстаграма, где у нее около 200 тысяч подписчиков. Ее речь вызвала одобрение. Он открывает таланты и заряжает драйвом, чтобы люди полностью использовали свой потенциал. Это прекрасная черта для отца, а для президента США еще лучше. Вчера на съезде выступал избранный Трампом вице-президент Майк Пэнт. Сегодня же ожидается последняя речь самого кандидата. Юлия Мендель, Юрий Романюк. Подробности Американское бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Мандат на стол. Чем в Германии чревата подделка диплома чиновникам? И почему в Украине это не работает? Ресурсный миллиард. Чем предприимчивый харьковчанин прогневал американские спецслужбы? Миллиарды для бюджета. Компания Укрнафта продолжает наращивать долги перед государством. Теперь это уже 15 миллиардов гривен. Об этом сегодня сообщили в Министерстве эконом-развития. Сумма эта с учетом пеней и штрафных санкций по состоянию на начало текущего месяца. Еще в январе долг был на 5 миллиардов меньше. Ранее компания предложила план санации и погашение задолженности в течение трех лет. А ее глава Марк Роллин сообщал о том, что денег в Укрнафте нет. Контрольный пакет предприятия, я напомню, находится у государства. А вот 42% акций в руках структуры приват. Через суд миноритарные акционеры требуют от Украины более 4,5 миллиардов долларов из-за потери дивидендов, штрафных санкций и стоимости акций. Слабой назвал украинскую экономику премьер-министр Владимир Гройсман. Сегодня на встрече с региональными СМИ он заявил о том, что есть потенциал и резервы для роста экономики. Один из них – энергетика и энергоэффективность. После общения с журналистами глава правительства встретился с министрами и руководителями государственных предприятий. Говорили о проблемах в энергетике и подготовке к зиме. Теперь этими вопросами будет заниматься специальный энергетический штаб. Штаб будет действовать постоянно. Мне нужен постоянный мониторинг тех задач, которые вы выполняете. Очень важно, чтобы мы не просто говорили, что все у нас очень хорошо, а будет еще лучше. А мне нужно, чтобы я сегодня очень конкретно и компетентно почувствовал от каждого из присутствующих, что конкретно сделано. Какие задачи, какие проблемы. Веерных отключений и импорта электроэнергии во время следующего отопительного сезона не будет. Об этом заявил профильный министр Игорь Насалик. Также, по его словам, тарифы на электроэнергию дополнительно не вырастут, несмотря на запланированное повышение цен на уголь. Мы не подняли цену на уголь. ТЕЦы и ТЕСы закупывают сегодня в уголь, газовые группы, 1200 гривен. Так как был, так и осталось. Это не отображается на тарифы на электроэнергию. А оно в межах будет там рентабельности. Сумели вырастить, но смогут ли собрать? Чтобы вывезти с полей рекордный урожай зерновых, аграриям нужна техника. Но после скачка курса доллара им все труднее обслуживать импортные комбайны. Фермеры присматриваются к отечественной технике. Все подробности узнаем от Светланы Шекеры. Фермер Василий Шевченко нынешним урожаем зерна доволен. Половину, рассказывает, уже собрали. А тут поломался один из комбайнов. Пока зарядили дожди, начали ремонт. Ну, заменит жадку, потому что уборка идет. Запчасти на немецкий комбайн стоят недешево. Решили опробовать отечественную технику. Недавно закупили бороны. Остались довольны. К таким же сегодня в Краснопаловке присматривались фермеры не только из Украины. Свою технику здесь представило предприятие Лазовские машины. Многих аграриев заинтересовали тяжелые грунтообрабатывающие прицепы. Захват 6,4 метра. Эта борона необходима для разрушения почвенной корки. Украинские аграрии, хотя и хвастаются рекордным урожаем, но до объемов европейцев им пока далеко. Чтобы догнать Европу, уверен почетный президент группы УПЭК, отечественные сельхозпредприятия нужно модернизировать. Необходима новая техника и технологии. Главный тренд является сегодня точное щадящее земледелие. Аграрный сектор будет тогда локомотивом, когда у него будет уменьшаться доля импортной составляющей. Одним из таких важнейших факторов является отечественное сельхозмашиностроение, которое создает новые рабочие места, поможет аграриям быть конкурентоспособными и на внутреннем, и на внешнем рынке. В федерации работодателей солидарны, чтобы сельхозпродукция была более дешевой, а урожайность увеличивалась, нужно развивать собственное производство. То есть давать собственному производителю сельхозтехники, комбайнов, тракторов и всего остального. Потому что таким образом мы помогаем своему производителю, мы помогаем селу, и этим аграриям это купить. Тогда эти предприятия могут модернизироваться и усиливаться. И когда они за счет своего рынка усилятся, они спокойно вот тогда могут конкурировать на внешних рынках. После скачка курса доллара в одном из хозяйств Харьковской области в этом году провели эксперимент. Работали только на отечественной технике. Эксперимент оправдался. Затраты на обслуживание и ремонт машин сократились втрое. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьковская область. На международных учениях Сибрис начались практические занятия. Главная операция на море, суши и в воздухе состоится через несколько дней. А пока военные проводят подготовку. Как это происходит, расскажет Андрей Анастасов. Полигон «Широкий лан» под Николаевом. Тренируются военнослужащие Украины, США, Молдовы, Грузии и Румынии. Задания разной степени сложности. Вот, например, условный полевой лагерь террористов. Украинским морпехам нужно без парашюта высадиться здесь с вертолета, захватить лидера боевиков и затем также по специальному тросу поднять его на борт. А это уже совместная тренировка с молдавскими военными. Патрулирование, затем внезапная атака с обеих сторон. Хотел бы отметить это, что господа из Украины обладают уже боевым опытом. И то, что они говорят, основано на реальных случаях. Очень хороший курс для нас. Штурм зданий, захваченных боевиками, эвакуация раненых с поля боя. Все эти навыки военным понадобятся уже через несколько дней, когда начнется кульминация учений. Многонациональная операция в кризисном районе. По легенде, в вымышленной стране, охваченной сепаратизмом, миротворцам нужно восстановить конституционный строй. Вогневая группа обеспечила сильный огонь по фронту, за допомогою которой маневренная группа провела зачистку будильни. За всем этим внимательно наблюдают и снимают на видео представители американского командования. По их словам, цель учений улучшить взаимодействие между присутствующими вооруженными силами. А вот какие должны сложиться обстоятельства, чтобы пришлось эти навыки применять на практике, отвечают так. Несложно представить, в каких ситуациях в реальной жизни это можно применить, когда понадобятся те или иные действия. Но это уже на рассмотрение политиков и политических сил, когда и где непосредственно. В нынешнем, уже 15-м, по счету Сибризе, участвуют 16 стран, многие из которых члены НАТО. В учениях задействованы 4000 военнослужащих, 26 кораблей и около 20 самолетов и вертолетов. Продлятся маневры до конца июля. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности телеканал Интер, Николаевская область. 30-летнего харьковчанина Соединенные Штаты обвиняют в создании крупнейшего пиратского портала и нарушения авторских прав. Артем Ваулин открыл сайт, с которого пользователи могли скачивать фильмы, видеоигры, телевизионные программы и музыку. Работал этот портал с 2008 года и за это время стал крупнейшим в мире источником пиратского контента. По оценкам экспертов, он занимал 69-е место среди наиболее посещаемых интернет-ресурсов. Сайт поддерживал 28 языков и получал основной доход от рекламы. В Минюсте США подсчитали, что ущерб правообладателей составил миллиард долларов. Сайт не раз блокировали в различных странах, но он опять продолжал работать. Вчера Артема Ваулина задержали в аэропорту Варшавы. Власти США уже заявили, что намерены добиваться его выдачи. Плагиат при написании диссертации, придуманные воинские звания и выдуманные ученые степени. Если в украинском парламенте такое сходит с рук, то о немецких депутатах такого не скажешь. Свежий пример парламентария от социал-демократической партии Петра Хинц. Чем она заплатила за обман, расскажет Татьяна Лагунова. Обман, за который пришлось заплатить мандатом депутата социал-демократической партии Германии Петра Хинц. Больше не член Бундестага. Ей пришлось уйти из парламента из-за фальшивой автобиографии. Окончила гимназию, потом долго изучала юриспруденцию в ВУЗе, работала адвокатом. Еще вчера все эти данные гордо красовались на персональной странице депутата Петры Хинц. Сегодня вместо биографии извинения перед избирателями. Госпожа Хинц просит прощения за вранье и признается. Все сведения о своем образовании она выдумала. На самом деле у нее нет даже аттестата об окончании средней школы. Когда об обмане узнали коллеги по Бундестагу, разразился громкий скандал. В парламентарии возмутились, депутат нескольких созывов, член профильного правового комитета и вдруг оказывается обманщица. И потребовали от Петры Хинц уйти. Она и не сопротивлялась, сразу же написала заявление на имя председателя Бундестага о сложении мандата. И заявила, что навсегда уходит из политики. Правда, зачем соврала, Хинц так и не рассказала. Мол, причину уже и вспомнить не может. Обман погубил карьеру ни одного немецкого политика. Самый яркий пример отставка министра обороны, который даже метил в преемники канцлера Ангела Меркель. Несколько лет назад Карл Теодорцу Гутенберг ушел с поста из большой политики из-за частично списанной диссертации. Украинских нардепов, к слову, тоже не раз ловили на предоставлении неверных данных о себе. Так, депутата Семена Семенченко военная прокуратура лишила звания майора в запасе на основе подозрения о возможной подделке документов. Впрочем, суды длятся до сих пор. На фальшивом документе погорел и некогда министр юстиции Роман Зварыч. Как выяснилось, бывший подданный США никогда не числился профессором Колумбийского университета. Более того, не имел докторской степени и даже диплома магистра Колумбийского университета, как указывалось в его биографии. Несмотря на громкий скандал, Зварыч, признав ложь, как ни в чем не бывало, продолжал работать в Кабмине. Есть дипломная история у Оксаны Калетник, экс-нардепа-коммуниста. Нынешний министр информационной политики Юрий Стать заявил, что Национальный университет имени Шевченко никогда не выдавал диплом, который Калетник предоставила Верховную Раду. Как видим, украинские политики считают такую ложь невинной, то есть тем, что сойдет с рук. Татьяна Лугнова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Всего одна легкоатлетка может представлять Россию на Олимпиаде в Бразилии. Это прыгунья в длину Дарья Клишина. Спортивный арбитражный суд в Лозанне не допустил остальных российских легкоатлетов к участию в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Последнее слово «замок». В конце этой недели комитет должен огласить свой вердикт по легкоатлетам и всей сборной России. Напомню, накануне Всемирное антидопинговое агентство предоставило разгромный доклад. В нем факты массового применения допинга и причастности спортивных чиновников к сокрытию положительных допинг-проб. Спортивный арбитражный суд отклонил иск Российского Олимпийского комитета и 68 российских атлетов. Международный Олимпийский комитет не подчиняется арбитражу, поэтому наше решение не будет влиять на решение МОК. Я очень сопереживаю нашим спортсменам и нашим болельщикам. Мне просто, знаете, стыдно за такую ситуацию. Стыдно просто, знаете, за то, что происходит сейчас в области, скажем, спорта. Сейчас пока легкой атлетики. И сегодня же в Бразилии федеральная полиция задержала 10 членов группировки, которая готовила теракт во время Олимпиады. Полицейские провели спецоперацию этим утром. Место ее проведения и другие подробности пока неизвестны. Напомню, Олимпийские игры 2016 в Бразилии пройдут с 5 по 21 августа. Следите за развитием событий на нашем сайте подробностей. Хороших вам новостей. До встречи завтра.